Сейчас я вам покажу видеозапись, которая гарантированно никогда не будет показана на телеэкранах американского телевидения. Вчера в городе Киви был гей-парад и глава национальной полиции Хатя Деканаидзе перед иностранными зарубежными журналистами на английском языке рассказывала о том, как в Украине предстает демократия, свобода слова. И в этот момент подходит пешеход, который говорит, что в Украине идет война и пока гибнут украинские солдаты, пока они парализованные лежат дома в инвалидных колясках, партия блока Петра Порошенко, Народный фронт, Аваков тратят деньги на проведение парадов. Из-за этих слов патрульная полиция Украины заломала человека и начала его душить. Давайте посмотрим видеозапись. Почему вы слушаете этих вырубоков? Вы что, не видите, что украинскую землю стверняют? Вы представьте себе, что вы чувствуете матерей тех сынов, которые пришли защищать Украину и загинули, которые сейчас парализованы, сидят по доме. А что вы деньги вы кидаете под люк? Что вы попробовали? Вы говорите так, как есть. Вы видите, что в Украине может, что делает блок Порошенко, что делает Иваков, что делает Народный фронт. Кто сейчас в Украине и та война? Я права людина для чего? Иди в баню. Права людина для чего? Пожалуйста, не оскорбляйте. Не хулигайте, пожалуйста. В Украине и та война, я и к этому чужому жарлю. Не хулигайте. Подожди, 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 подожди. Не хулигайте. Не хулигайте. Уже после ареста пешеход парень сказал очень правильные слова. Действительно, пока украинское общество не начнет отличать хорошего от плохого, то есть, как страна третьего мира. Как известно, патрульная полиция Украины создана на деньги американских налогоплательщиков. Мне было бы очень интересно посмотреть на реакцию американцев, если бы Соединенные Штаты Америки вели бы войну, во время которой погибали бы тысячи американских солдат, было бы тысячи инвалидов, страна была бы реально в горе, население было бы в горе. И партия Америки, какая-нибудь правительство, Обама, проводили бы парад, где бы праздновали, улыбались и счастливо себя вели, рассказывали, что в Соединенных Штатах все прекрасно, все хорошо. А с экранов телевизора эти бы парады смотрели американские военные, без рук, без ног, без глаза, с раскроенными черепами, тысячи матерей, которые лишились своих сыновей. И вот бы американец вышел и сказал, правительство Соединенных Штатов Америки, что вы делаете, как вы можете проводить парад, в то время как в Америке идет война. И в этот момент глава национальной полиции заламывает, дает указания, заломать этого пешехода, в прямом эфире его бы душили бы, его бы ломали бы, арестовали. И как бы отреагировало американское сообщество, американское население на такие вот кадры по телевидению. Я думаю, реакция была бы соответствующая. Потому американцам никогда не покажут такую же ситуацию, которая произошла в Украине силами патрульной полиции, которая создана на деньги американских налогоплательщиков. И американское правительство несет полную ответственность за то, что происходит сейчас в Украине.